Да, я подтверждаю информацию о том, что в эти дни в Молдову прибыл специальный контингент офицеров Соединенных Штатов Америки, которые во всех воинских частях на полигонах Республики Молдовы осуществляют подготовку наших офицеров и солдат к реальным боевым действиям. На полигоне в Бульбоках, на полигоне в городе Бельце сегодня слышны выстрелы и взрывы от минометов и пушек. Наши солдат готовят реально поражать цели на реальной войне. Если учесть, что на прошлой неделе Сенат Соединенных Штатов Америки принял одностороннее решение и объявил Молдову военным союзникам США, речь может идти о переходе к активной фазе подготовки наших вооруженных сил для участия в боевых действиях. Если оценивать ситуацию в регионе, если учитывать, что вчера президент Украины объявил всеобщую мобилизацию и заявление Соединенных Штатов Америки, что Россия представляет угрозу национальным интересам США и в регионе, речь может идти только о использовании наших офицеров и солдат против Российской Федерации. То есть в войне на стороне Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации. Мы сделали официальное требование к парламенту и правительству публично заявить о том, что Молдова отказывается иметь статус военного союзника Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что сегодня самую важную роль должны реализовать родители наших солдат в нашей армии. Родители наших солдат должны потребовать, чтобы правительство и парламент Республики Молдовы заявили, что Молдова не хочет участвовать в военных действиях, что Молдова согласно Конституции является нейтральной страной и потребовать, чтобы требования, наши письменные обращения к парламенту и правительству об официальной публичной позиции, что Молдова не является и не хочет быть военным союзником США, было реализовано. Если политики не слышат нас, политических оппонентов, то они должны услышать родителей, которые, как и в Украине, не хотят посылать своих детей, воевать против других государств и не хотят гибели своих детей. Мы Молдова нейтральная страна, мы не должны выступать на стороне одной из противоборствующих сторон Запада или Востока и обеспечить дружеские, хорошие, экономически выгодные отношения как с Европейским Союзом, так и с Российской Федерацией. Наша армия должна принимать участие в боевых действиях, только защищая нашу родину, свои семьи, нашу землю, нашу собственность. И ни в коем случае не должна быть сегодня инструктирована и готовиться военными специалистами других государств. Субтитры создавал DimaTorzok